И снова всем привет! Вы на канале UNBAY. Сегодня будет интересное видео. Мы протестим с вами обезжириватели. Многие не придают много ему значения, да, и обезжиривают там чем-то более дешевым, бензинами всякими. Но на самом деле это очень важный момент для покраски автомобиля. Сегодня мы протестим два. Это более бюджетный вариант. И вот этот данный силикон, он у нас сейчас на тесте, хотим запустить его в линейку. Это медленный антисиликон, то есть он не так быстро испаряется, дольше задерживается на поверхности, тем самым дольше прорабатывается с поверхностью. У многих есть ошибка, они наносят обезжириватель, тут же его стирают. Но на самом деле обезжиривателю нужно немножко задержаться на поверхности. Вторая ошибка, которая встречается, да, ну не только у новичков многих я встречал, это когда люди берут обезжириватель, да, обмакивают, то есть потом обезжирили, еще раз обмакивают, тем самым салфеткой они запускают внутрь. Обезжирки уже грязь, жир, ну бог весь что там было, да, и тем самым нарушают. Поэтому я бы рекомендовал вам поступать вот так. Наливаем с бутылочки и уже потом наносим. Ну, можно это диспензером наносить. Обратите внимание, как, ну даже сейчас побольше нанесем, как быстро с поверхности испаряется обезжирка. То есть она не успевает работать, хотя у нас сейчас прохладно в помещении. И давайте возьмем другой, который на тесте у нас. Обратите внимание, даже вот я намазал, у нас стоит обезжирка, да. Вот вы видите, такие точечки, как песочек, да, то есть как пыль. Это и есть работа обезжиривателя. И здесь нанесем. То есть он стирается практически, вот в мокрый слой я ложу, за салфеткой. Ну и, конечно же, поверхность мы обрабатываем двумя салфетками. Ну и не забываем, чтобы дать испариться нашему обезжиривателю. Чисто визуально не сразу, не каждый поймет, как работает. Вроде бы поверхность такая же, да, все сработало и разницы в принципе-то нет. Но обратите внимание, насколько у нас чистая здесь деталь и здесь мы имеем разводы. А сейчас я вам покажу другой тест, который все-таки, скорее всего, вас убедит. Ну а сейчас мы нанесем масло, имитируем загрязнение. То есть это отработка, чтобы нам было лучше видно. Ну и далее мы берем более дешевый обезжириватель. Ну и наш тест, на котором будем испытывать, так же наносим. Лучше диспенсером, конечно, это все делать. И так же протираем сухой салфеточкой. Далее закроем нашу поверхность. То есть здесь у нас останется более дешевым разбавителем. Здесь новым испытуемым. Так, и проверим еще раз. Ну а сейчас верхнюю часть мы пройдем нашим испытуемым. И протираем все это хозяйство. Ну и что мы видим? Здесь у нас поверхность чистенькая, но клей только остался вот немножко от скотча. А здесь, то есть поверхность у нас вычистилась не до конца. То есть, естественно, вот такие варианты, они отразятся на вашей покраске. Так что такая экономия может выйти боком. Ну и это еще не все. Давайте вам еще нагляднее, да уж куда нагляднее. Ну еще один тест я вам покажу. Ну в данном тесте мы сейчас нанесем масло на поверхность. Там видно хорошо. Возьмем более дешевый разбавитель. Ой, этот антисиликон. И капнем одну каплю. С одной каплей не получается. Вот, одну капельку сейчас я капну. Вот. Давайте понаблюдаем за этой каплей. Пока она расходится, я налью наш испытуемый медленный разбавитель. И капнем его рядом. Капец, не могу капнуть. Обратите внимание, насколько быстрее расходится пятно. Ну мы видим, что пятно гораздо больше. Здесь у нас уже испарился с поверхности антисиликон. Но вот тут вот я вижу точечки, которые, скорее всего, это масло не отмытое. Здесь еще держится он как бы на поверхности. Не испарился. Но пятно раздвинул он гораздо больше. Сейчас попробуем наш, что мы уже имеем, от ОНБ. Ну, вот это вот быстрый от ОНБ. Ну, наш 3020 тоже не так-то быстро испаряется, я бы сказал. И пятно тоже гораздо больше дешевого. Здесь, как вы видите, все больше и больше раздвигается. Пусть снимает, посмотрим, что будет. Ну, сейчас постараюсь поближе вам показать. Вот это вот более дешевый. Как видите, на нем остались крапления, да и пятно не особо расширилось, да. Здесь вот наш испытуемый, который мы хотим внести в линейку. Здесь непонятное какое-то пятно, но уже больше поверхность. Намного понятно, потому что он медленный. И вот это вот наш. Как видите, здесь все чистенько, сухо. Сейчас я поближе покажу. Чистая, сухая поверхность. И пятно гораздо больше, чем вот это. Здесь на более большую дистанцию вычищает. Ну, да, в принципе-то поверхность тоже чистая и дистанция больше. Ну, потому что он медленный. Вот это вот наш. То есть, очень чистая, сухая поверхность. Вот так выглядит наш антисиликон. На сайте есть, ссылочка в описании. То есть, разницу между дорогим и дешевым вы наблюдали, да. Можете у себя провести такой опыт. Но и не только между дорогим и дешевым, а между хорошими топовыми, да. Но между быстрым и медленным. То есть, понятное дело, что вот этот идет быстрый. То есть, он в более холодную погоду, он идет. А когда у вас жарко, да, антисиликоны очень быстро испаряются и не успевают работать. Тогда нужно работать медленным. Ну, и медленный, в принципе-то, мне тоже понравился. Как-то вот так. Каждый сделает выводы для себя сам. Как ему работать. Качественными материалами, некачественными, да. Подешевле, побыстрее. Но хочу предупредить вас, что от обезжиривания очень сильно зависит именно качество вашей покраски. То есть, все вы видели, наверное, такие разводы, да. Когда покрываете краской первые слои, у вас все в разводах. Это виноват антисиликон. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Здорово всем. Крепкого настроения. Бодрого добра и бабла. Бодрого добра.